Добрый, добрый, добрый вечер! Всем у микрофона, друг, это студия Игрокам ТВ. У нас joined out MLG Pro League. У нас тайпбрейк между командами Power Rangers против команды Alliance. Ну, собственно, дела. Что у одного коллектива, что у другого не лучшим образом идут. И можно, собственно, только посочувствовать их положению вещей. Но это, в принципе, не отменяет желание организаторов, как я понимаю, выяснить, кто у нас остается в группе. А кто на следующий сезон вылетает. Шестое и пятое место между собой делят Power и Alliance. У них по 9 поинтов, я вам позже покажу таблицу. Это не та переигровка, которую мы ждали. Мы ждали Hellraiser против BBC. Это первое и второе место данной группы с одинаковым количеством поинтов. И это пятое и шестое. Но здесь Power и здесь Alliance, которые шумели, шумят и будут шуметь еще, наверное, несколько лет в доте. Поэтому матч должен быть быстрый, динамичный. Здесь всего лишь одна катка. Это формат Best of One. То есть проиграл, ушел вообще. Выиграл, остался на следующий сезон и показываешь свои силы уже в следующем сезоне. Alliance забирает последним пиком. Phantom Assassin. Enigma также отходит для шведского коллектива. Кроме этого, Skyros, Maquin of Pain и Magnus. Ну, Global, Global, Global. Стратегия 4. Крутейший хаои ульта. И при этом Phantom Assassin, которая все это будет потом дорезать. Собственно, такая роль некого падальщика отошла у нас с лоди. Потому что здесь демиджи вливаются просто тьма тьмущая. Если после РП собрать всех в Black Hole туда Mystic Flare и Sonic Wave от Queen of Pain, вы прекрасно понимаете, что там мало чего живого останется. Ну и, собственно, Phantom Assassin тут, я думаю, что Battle Fury must have. По данной страте хотя бы один раз пройдет нормальная комбинация. Это будет минус 5, 100%. У ПРов Warlock. Я думаю, что, скорее всего, Warlock для Zara в мид. Уже один раз ПРы, не помню, кого конкретно, но кого-то наказали данным пиком. Рубик также отходит в пик. Шторм Спирит и Шейкер для ПРов. Последний пик. Оффлейнера как не было, так и нет. Шейкера вряд ли. ПРы поставят в оффлейн. Это вам не Йоку, это вам не Эмпайр. Собственно, для Чеширского кота кого-то надо похардлейновей, чем любой из персонажей, представленных на данный момент. Ждем. 18 секунд всего лишь осталось. В принципе, укомплектовались тоже неплохо. Правда, смущает меня отсутствие какого-то вменяемого Керри. Warlock, скорее всего, отправится на мид. Шторм Спирит, я думаю, будет тот дитяра. Дроурейнджер. Вот так вот. Все-таки в харду кто-то отправится у нас посерьезнее. Посмотрим. Но Фир забирает Шейкера. Зара берет Шторм Спирита. Джей Фо берет Рубик. А я думаю, Чеширский кот на Warlock. Отправится у нас в сложную. И Дроурейнджер для дитяра будет фармить. Да, так и есть. Со стороны команды... Со стороны команды Alliance. Пайкат забирает себе Квапу. Как я понимаю, в мид. Факин Мэгд забирает Энигму. Лода берет Фантом Ассасин. Ну и здесь между собой сейчас разделят остальных Никва. Берет Магнуса в сложную. Ну и для Аки остается Скайра с Маку. Alliance по-прежнему серьезный. Наверное, один из наиболее серьезных в Европе составов. Я говорю о кадровом подборе. По составчику, конечно, команда полнейший... Ну, полнейший, крутейший уровень показывает. Тут по составу действительно... Играй не хочу. Но со стороны команды Power Rangers тоже, в общем-то, не слабые ребята. Ну, индивидуально тут, конечно, Мастодонты просто современной Доты. Лода, который уже триллиард лет отыграл. И будет, наверное, еще столько же играть. Пайкат, который успел поиграть вообще по всему миру. И Факин Мэгд. И Никва, наверное, самый зеленый в данном составе. Ну и Аки, конечно же, тоже... Зай Лайнс чудеса творил. И, возможно, в данном матче повторятся его чудеса. Со стороны команды Power Rangers. Рубик для J4. Чеширский Кот на Варлоке. Дитя Ран на Дроу Рейнджер. Зара на Шторм Спирити. И Шейкер для Ноу Фира. Лоду увидели. Телекинез. Лоду в елке возвращают. Лода в Блинкаут. Быстрее на Аки. И бежать отсюда. Окей. По лайнам, собственно, расстановка читаемая. Что у одной, что у другой команды. Энигма у нас отправится в лес. На сложную пойдет Никван на Магнусе. Факин Мэтт уйдет в лес. Лода будет фармить легкую вместе с Аки. Ну и... Нет. Это я что-то придумал. Пайкат у нас будет, как я понимаю. Не знаю. Не совсем понимаю. Неужели Пайкат у нас отправится в легкую фармить на Квинов Пейн. А в мид поставят... Например, Лоду. Или, например, Нику. Нет, Нику. Хотя Нику, кстати, могут поставить в мид. Да, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Магнус у нас отправляется в мид. Тут, в принципе, затар такой, что скоро появится банка. Ну и Лода отправляется в сложную вместе со Скайра с Магома. Здесь Пайкат в соло стоит на Квинов Пейн. Ну, ситуация интересная у Альянс. Готовы ли к этому ПР? Тут, в принципе, жизни никто толком не дал бы Лоде, если бы не, конечно же, доставучий Скайра с Магома. Посмотрим. Тут, собственно, все зависит от саппортов. То, что Дитя Ра будет относительно неплохо стоять против Фантом Ассасин. Возможность харассить имеется. Была бы, в принципе, только возможность выживать. Но здесь без помощи саппорта вообще не обойтись. Дабла, если она так и будет продвигаться через, вот, допустим, крипов с линии и оставление одного Дитя Ра на Лайне. Я думаю, тут в скором времени Дитя Ра очень серьезные проблемы по фарму ощутили. Расстановка пока что в пользу команды Альянс 100% на топ Лейне. Внизу Чеширский Кот на Варлоке. Через Шадоу Ворд идет. И, собственно, я понимаю, тут максится. Будет Шадоу Ворд и плюсы от Варлока. Потом уже появится Абхивал. Но это будет совсем не скоро. На Мид Лейне Никва. Уже с Батлом и 230 сверху. У Зары имеется Нул Талисман. Тоже фарм особенно у нас. Зара решил выйти. Хорошо, пускай. Шок Вейв здесь есть. В принципе, для Никвы фармить тоже можно. Уже Триплан на топе от ПР. Приходит сюда Ноу Фир. Закрыть лоду пока не получается. В принципе, Телекинес у Джейфо есть. А Джейфо просто как назойливая муха. Предстал у нас к Фантом Ассасин. Лоду не выпускает вообще из-под своего тавера. Теперь побежал за Аки у нас Рубик. Здесь можно было бы отправить на какой-нибудь с хайграундов Аки. Но Аки даже близко не подходят. Никва. Подходит ближе. Готовится выйти на Джейфо. Ну, подними его в Телекинес. Отправь его на какой-нибудь Клифф. Почему бы нет? Ну, не та ситуация была. Не подставился никто у нас на топруне. В итоге отправляется Рубик обратно в лес. И опять же Эфо занимается отводами. Пайкат здесь. Нормально так настрелян от Варлока. Четвертый левел Варлок. Кстати, все-таки через Фатал Бонс пошел. Почему не дать Shadow World было в последнюю секунду? И можно было бы Пайкатов смело под Тавер отправлять. Не под Тавер, даже под Фонтан собственный. Аки выходит в мид против Зары. Теперь стоит Дабла. Постоянно будет спам атаки, если он здесь останется. Ладно, давайте по Крипстату разберемся. На первом месте Ширский Кот 12 на 6. Никва на втором на Магнусе 12 на 5. Дальше Факин Мэтт в лесу. Но это лесные Крипы, они не считаются. Зара на третьем, в принципе, месте. Ну и Дитяра. Так, Дитяра на Дроу Рейнджер, в принципе, одинаково с Зарой идет. Что там у Лоды? Да у Лоды ничего хорошего. 2 на 2 Крипстат. Лода пошел вниз. Выходит на Чеширского Кота. Скорее всего, Фестблат будет именно здесь. Лода бежит дальше. Еще один Даггер. Чеширского Кота за слово или Фессура? Но эта Фессура просто отмечает смерть оффлейнера команды Пауэр Рейнджерс. Пайкат отсюда улетает. Лода остается фармить внизу. Пайкат, как я понимаю, пойдет на топ. Сможет ли против Дроу Рейнджер стоять Квапа? Это действительно вопрос. Там через Гаст и Квапу можно харасить и харасить. У Дитяра будет комфортная ситуация. У Магнуса 580 по голде после Тапка, после Ботла. По Нетворцу, наверное, высоко где-то Никва у нас. Так и есть. На первой позиции Магнус. На второй у нас Шторм Спирит. По 1600 для Зары. Никва через Шок Вейв. Макшеный, как я понимаю. Ну-ка, ну-ка, да. Третий Шок Вейв. Первый Скьюер. Ну и один Эмпауэр для фарма. Ботл есть. Постоянно харас идет у нас по Шторм Спириту. Ну и проседает Зара по ХП. Отсюда, собственно, и по фарму. Дела не лучшим образом обстоят. Проигрывает Магнусу. Магнусу 23 на 7. Шторм Спирита 16 на 4. Мид пока что в пользу команды Альянс. Так, у нас Фантом Ассасин развалилась в собственном лесу. Неужели в соло Джейфо ее разобрал? Ладно, давайте, наверное, посмотрим. Есть такая возможность. Будем смотреть. Факин Мэтт здесь. Так, Лода бежит у нас. Ловит Фессуру. Бежать дальше. Ну и здесь. Где ты? Где ты? Вот у нас Джейфо. Один удар. Все. 2-1 становится счет. Забрали в это время Шторм Спирита на миде. И команда Альянс, тем не менее, впереди. 2-1. По золоту. Альянс всего лишь 350 выигрывает. По экспириенсу чуть менее 300 в пользу все того же шведского коллектива. На топе Дитяра. На лоу ХП. Пытается отсюда уйти. Очень вовремя приходит на эфир. Но здесь не уйти, в принципе, из-за, опять же, доставучего, доставучего, доставучего шадоу-страйка от Квапы. Понятное дело, Дитяра прекрасно понимал, что не уйдет отсюда. Хоть ТП-аут делай, хоть что угодно. Тут, в принципе, Фессура не настолько задерживает команду соперника, чтобы была возможность сделать ТП-аут. J4, подходят на лайн. Лоду можно цеплять. Если не цеплять, то хотя бы хорошенько харасить. Но эфир уже у нас там замахивался и танцевал верхний брейк. Пытался дать Фессуру. В итоге на безопасное расстояние отходит лода. В миде оставляют Зару. Магнус куда? Магнус отправился за руной. Шестой левел Магнус. У Штормспирита тоже есть шестой левел. Правда, по фарму, конечно, Магнус посерьезнее себя чувствует. На 500 голды больше заработал. У Факинг Мэда на Эмигме уже имеется Солу Ринку. Пайката. Бутс оф Спид есть. Есть Боттл, есть Нул Талисман. На сложную чеширского кота. Фейсбутс. И, в общем-то, ничего. 800 по голде. У Дитяра тем временем два Рейсбэнда. Есть Бутс оф Спид. Ну и скоро появится Ринк оф Аквилла. Пайкат думает, давать, не давать Шадоу Страйк. Конечно, давать. Собственно, чего ждать-то вообще? 10 секунд кэдэшится данный спелл. И дамажит, и бесит на протяжении огромного количества времени. Сколько, кстати, он длится? Неужели... 15 секунд. 12 секунд кэдэ и 15 секунд сам Шадоу Страйк. А потом, конечно, 4 секунды Шадоу Страйк кэдэшится. Кэдэшится. Ну, можно бить, бросать, бросать, бросать. Просто на поток ставить. Как дополнительный буст по дэмэджу. Но у Фир... Нет пока ни сапога. Ну, я уже молчу о каких-то артефактах по типу Соулы Ринга или Даггера. Но у Фира дела печально идут. Вот всего лишь 2 крипа добил. Ну и 1 ассист за 7 с лишним минут. Это, конечно, мало. У Лоды. 21 на 9. Лода по крипстату... Да далеко вообще Лода по крипстату. Шестое место. Тут, наверное, и Факен Мэда можно уже посчитать. В любом случае, несмотря так, у нас Магнус пытался отсюда на скьюри уйти. РП так и не дали провязать. Развалился у нас Никва. РП пытался вкастовать. Но это, опять же, только для подсейва и для того, чтобы уйти. Ну, кто тебе даст, в принципе, вкастовать, когда... Сразу 3 человека наваливает Магнусу на миде. Чеширский код. Ульту пока не юзал. Я думаю, ульт будет проюзан уже ближе к... Таурам команды Alliance. Собственно, есть смысл навязать драку. Юзнуть Голема. Да даже на того Пайката. А потом пойти и попытаться снести Таур. Просто так... Такой важный спелл юзать нет смысла. Ну, понятно, что Чеширский код лучше меня это знает. Причем в несколько раз. Джейфо. 780 на руках. Пока что только Бутсов Спид. Далековато до артефактов. У Зары появляется Сол Ринг. Готов. Боталнул Талисман. Ну, Шторм по Нетворсу, конечно, печально себя чувствует. 3100. Хотя, в общем-то, и топ Нетворс... Относительно топ Нетворс на карте. Топ-3. Ну, как-то по артефактам что-то маловато. Всего на 9-й минуте. Фиссура пошла от Шейкера. Собственно, да. Шторм спирит. 310 ГПМ. Непривычно, конечно, смотреть. В общем-то, на ранних лавелах Шторм в порядке. Фармит. Так, Гаст у нас ловит Никва. У Никвы, скорее всего, будет возможность дать РП? Нет, не будет. И понимал прекрасно, что Зара отсюда на Болл Лайтнинге улетает. Даже не юзал РП. Забрали Никву. 3-3. ПРы нормально отвечают. Командия Лайнс из-за ФБ и за вообще ранние фраги. По голде в ноль. По Экспириенсу скоро тоже отправится в ноль Пауэррэнджерс. А где-то, может, и преувеличит свое преимущество. Лода вместе с Эйдалонами, вместе с Факинг Мэдом сносят Т1. В это время Т2 со стороны команды Лайнс тоже подгорает немножко. Лода должен забирать Тауэр, хотя нет, никому Лода не должен. Машинка забирает Тауэр. Что, будет ли у нас драка на Тауэре? Пайката поймали. Вортекс у него. Опять газ ловит Никва. На голову Голем без РП. Никва играет без Риверс Полярити. Он вкачан, конечно. Риверс Полярити, но просто не дают провязать. И что? 10 минут. Команда Пауэррэнджер заходит на хайграунд. А Лайнс Т3 начинает сыпаться. Лода, где ты, Лода? Что вообще происходит? Команда Пауэррэнджер сносит Т3. Ровно 10 минут прошло. И Т3, в принципе, догорает. Магнус без РП. Ну, надо отходить отсюда. Да, это все, конечно, прекрасно. Это ярко, интересно. Дитяра надо сейвить. Ну, бегите все остальные. Бегите, глупцы. Чеширский кот. Бежать отсюда. Поймать Чеширского кота нечем. Ну, и Джей Фо на блинке. Краденом блинке от Квапы. Далеко ли уйдет? Малифейс у нас с Джей Фо. Джей Фо, скорее всего, рассыпался. Двоих потеряли. Ничего, снесли целую сторону. Голые бараки на 10-й, на 11-й минуте. Ну, нифига себе. Пэры как-то так, как с горы вообще покатились на... Сразу на хайграунд Альянс. И там, собственно, дел уже наделали. Бараки пока не трогали. Но то, что Альянс немножечко удивились, это 100%. Нормальный такой тайминг, в принципе, да? Падение Т3. Десятая минута. Пауэррэнджерс по золоту. 1 тысяча. По экспириенсу. 1,5 тысячи в пользу шведского коллектива. У Чеширского Кота появляется Hand of Midas. Еще и 500 сверху. У Дроу Рейнджер. 600 остается до Яши. Есть Аквила. Есть Бутсов Спид. Есть Бутсов... Бутсов Ничего. Пауэртретс, конечно же. Ну и Рейс Бэнд уже готов для Дитяра. Еще и в Аквиле один. Ну и, конечно же, Блэйд оф Алакрити. Скоро появится Яша. У Рубика. Появляются Аркан Бутсы. Ну и дальше все на варды. На Маджик Вонт потрачено. Шейкер. Соло Ринг приобретает после удачного пуша со стороны команды. Пауэррэнджерс в это время на топе разбирают Дитяра. Скайрос Маг вместе с Лодой. Фраг забрали. Ну, хорошо, что фраг достается у Носакки. Ни Квапе, ни Лоди. На Фантом Ассасина, а именно Скайрос Магу. Пускай. На миде драка. Ширский Кот под Шадоу Страйком. Уворачивается от Шоквейва. Ну и все. На себя, собственно, Уорд бросил и бежать быстрее. Ульты пока нет у Шейкера, но давным-давно ульта есть у Магнуса. Правда, Никви не дают ее провязать. То Газ, то Големы. Постоянно проблемы у Никвы с тем, чтобы провязать нормальный РП. Тут до Даггера уже, в принципе, считанные копейки остаются. Где-то... Ну, где-то 500 по золоту для Магнуса. Три пачки крипов. Ну и через Шоквейв все это, конечно, легко забирается. Готовится команда Альянс. Встречает соперника. Блэк Холл у Энигмы есть. Десятый левел. Откуда такой левел у Энигмы? Десятый у Энигмы. Девятый у Лоды. Ой, десятый, точнее, тоже у Лоды. Девятый у Ширского Кота и девятый у Зары. Да, по левелу, конечно, Альянс серьезно себя чувствует. Но десятого левела Энигмы, это даже немножко странно. Уже готова Хедреска. Есть Баклер. Есть Хенд оф Медас. Сол и Ринг. Откуда столько денег, Энигма? Что тут в лесу вообще случилось? Какие-то откаты, я так понимаю, и теневые какие-то махинации от Факен Меда у нас были. Откуда вообще столько денег у Энигмы? Какой-то дичайший перебор. Хотя 90 Крипстат. Собственно, кому... Что, о чем я вообще спрашиваю? Тут максимальный после Энигмы Крипстат на карте, это же 68 у Лоды. Ну и 92 для Факен Меда. Команда Power Rangers все-таки хотят забрать Т1 на миде. Ну, я вижу, как Альянс просто стоят и видят, как Power Rangers заходят на хэйграунд, получают здесь Блэк Холл, потом получают РП и Скьювер куда-то под Тауэр. Ну или в любой другой последовательности, что, в общем-то, не имеет особой важности. Так, по общему Нетворцу давайте посмотрим. Зара на первом месте. Даже удивительно, Зара и Чеширский Кот на первом месте. Ну, тут мидас свое дело делает. На в третьем месте Энигма. Ну, опять же, это отставание копеечное. Уже готова Мека для Факен Меда. Курьер уже несет. Так, вопа у нас в это время убивает Варлока. Неужели в соло? Нет, соло Квапа так бы не сделала, а вот вместе с Лодой возможно. В прошлый раз примерно та же ситуация была, но с Дитя Ран на топе. Там, правда, Аки еще участвовал. Теперь Аки стоит и ждет, когда команда ПР пойдет на Т1 по миду. Ноуфир без денег вообще ходит. Абсолютно нищенская ситуация. Ноуфир, Дитя Ра выходит на Рошана. Мордип маски есть для отхила. Решил Дитя Ра не в Яшу идти сразу, а собрать Мордип маск. Посмотрим. Либо это будет Мом, а потом Яша. Либо это будет Яша, а потом Мом. Либо вообще так и оставит. И просто будет ходить с двумя недоделанными артефактами. Рубик есть уже урну в Шадоу, есть Аркан Бутс у Варлока. Появляется Поинт Бустер. Еще 2500 до Аганима. Сыпется Роха, кстати, у нас. Так, у Зары, который играет у нас на Шторм Спирите, Поинт Бустер есть. Есть Сол Ринг. Осталось 1100 до Сол Бустера, но еще 800 на рецепт. То есть чуть менее 2000 для Зары по золоту. Смог провязали Пауэр Рейнджерс. Даггера ни у кого, как я понимаю, нет. Врываться некому. Врыв пошел у нас от Зары. Факинг Мэда зацепили, должны разваливать. Пошел у нас Риверс Полярити. По троим сразу же на голову у нас. Факинг Мэду падает Кирпич. Ну и сбили Блэк Холла. Такая крутая могла быть комбинация. Ну что, Пэеры классно подрались. Моментально Атиширский Кот сориентировался и развалил у нас Энигму. Забрали Тауэр, будут забирать второй. А там, гляди, и до третьего можно дойти. Один раз уже делали, почему бы не повторить. Ну, комбинация прошла крутая. Магнус прыгнул как нужно. В РП поймал троих. Но, правда, Тиширского Кота не зацепил. Под ногами был уже Меднайт Пульс от Энигмы. И Блэк Холл только-только начал кастовать Факинг Мэтт. И одной секунды достаточно было для Тиширского Кота, чтобы все это безобразие остановить. Голем на голову. В следующий раз увидимся с Блэк Холлом. Посмотрим, как ты его даешь. 7-7 счет. Но что приятно для Пэеров, это то, что Мидлейн снесен вплоть до Хайграунда. Осталось только Т3 и Бараки. Здесь уже Т3 нет еще с 10-й минуты. Ну, все, понизу двигаем. В чем дело, собственно. Как я и говорил, Варлок юзает у нас ульты поближе к Тавырам. Как раз. Но, с другой стороны, не специально это делается, а просто. По логике вещей, когда падает Голем на землю. А скоро их будет 2, кстати, через 500 голды для Тиширского Кота. Когда падают Големы на землю, почему их не юзать на Тавыра? Ребята, в принципе, заканчиваются. Ну, и надо максимальный КПД из них выжать. Что падает? Последний внешний Тауэр. 17 минут 40 секунд. Последний внешний Тауэр командой Альянс разваливается. Это те самые Альянс. Те самые, которые новее в финале наказали. Которые играли в крутую Адмирал Бульдог Доту. И теперь Альянс играют, честно говоря, в какую-то приз на тень полнейшую. Лода на свой хайграунд. Отправляется уже крипы на хайграунде команды Альянс. Скоро сюда придут герои. Тут просто надо откидышаться Големом. Варлок уже имеет Аганим. И Лоде в это время прилетает Блэк Кинг Бар. Баттл Фьюри, конечно же, не Блэк Кинг Бар. Это несколько слов на букву Б просто. Перемешали в голове. Дроу Рейнджер с Яшей. Ну и Мордип Маск пока у дитяра есть. Не грейдит его до Мома. Посмотрим. Возможно, это будет какой-то даггер. Кстати, даггер у Джей Фо появляется. Курьером себе сейчас принесет данный артефакт. Но это хорошо. Это значит, что плееры смогут играть в агрессивную доту. То есть, что они теперь будут навязывать вообще протекание всех файтов. Шейкер без даггера пока. Зато и Staff of Wizardry готовится на эфир, я так понимаю, выйти в Force Staff. У Enigma также появляется даггер. Но после чего? После Мекки, после Hand of Midas, после Soul Ring'а. Enigma, конечно, фармит очень круто. Третья позиция на карте. 8000 общий нетворс для Факинг Мэда. Аганим у Чеширского кота. Еще 600 сверху для оффлейнера команды Power Rangers. Чеширский кот здесь будет очень много пользы вносить. И наибольшая польза его – это возможность сбить Black Hole. Причем собрать всех вместе. Когда юзается Black Hole, он юзается не просто так. Black Hole юзается для того, чтобы игроки, стоячие в нем, постоянно подвергались ударами команды Alliance. То, что Alliance будет кружком собираться вокруг Black Hole и стараться максимально надамажить. У нас попавшихся в этот капкан от Enigma в этом сомнений нет. И вот туда, собственно, Чеширский кот пускает кирпич. И два голема начинают поочередно разваливать каждого игрока Alliance. Я думаю, задумка была именно в этом. Варлок брался как контр для двух ультов Enigma и Magnus. Ну, больше скорее для Enigma, я думаю. Ну, глянем на реализацию. Пока что Варлок неплохо себя ведет. Вот, 2-2-4 КДА у нас у Чеширского кота. 11-й левел по фарму на первом месте на 500 опережает ближайшего преследователя. Что вообще происходит? У нас Варлок на первом месте, на втором месте Enigma по фарму. 21-я минута уже. Скоро к концу вообще подойдет. Куда вы фармите? Зачем тут дитя Радроу Рейнджер уступает Enigma и уступает Варлоку? Я уже молчу про Фантом Ассасин, которая должна фармить как не в себя. А по факту, Лода терпит и очень сильно. По фрагам, по крипам, конечно, Лода нормально себя чувствует. Но то, что он уступает и Варлоку, и Enigma, это действительно вопрос. Как, почему и как вообще так случилось? Мне кажется, что пэры должны понимать, что раз они снесли до хайграунда, нет смысла стоять и смотреть на команду Alliance. Здесь есть Фантом Ассасин, здесь есть Магнус, который в лейте дикость вообще будет творить с командой Power Rangers. Тут относительно мягкие персонажи. Enigma есть, которого нельзя вообще недооценивать. Midnight Pulse действительно команду Power Rangers пополам сломает. Все это под РП, все это под Блэк Холлом. Очень долго стоять по рам, если вдруг подставятся в пятером. У Магнуса есть ли Даггер? Да, есть у Никвы Даггер, еще и 600 сверху. Второе РП уже готово. У Чеширского Кота 2000 на руках. После Аганима. Показатель очень и очень неплохой. По Нетворсу на первом месте у нас Warlock. На втором месте Дитяра со стороны команды Power Rangers. Ну и третье место уже за лодой. Наконец-то оттеснили Fucking Mad, а то как-то неприлично было смотреть. На топ Нетворс на карте от Enigma. У Рубика появляется Гем. J4 чувствует себя по экономике вполне себе прилично. 6000 нафармил. Ну в два раза опережает он здесь и Аки, и Ноуфира, своего тиммейта. Ну видите, 3000 по золоту Power Rangers по экспириенсу Alliance на 1000 пэеров обгоняют. У Зара уже есть Бладстоун. Ну и еще и Обливенстав сверху для Штармам готовится выйти с Зара в Оркет. Фарм он тоже неплохо, в принципе. Нет, сильно он отстал от топовых вообще Нетворсов на карте. Там где-то 1300 копеек. Действительно, немного. Никва на лоу ХП бежать отсюда. Куда РП вообще был проюзан? Честно говоря, не понял. Полетел у нас Зара. Не достает дом Никвы. Так бы, конечно, Магнус рассыпался без вопросов. На лоу ХП Никва убегает и ждем его возвращения. РП было проюзано, собственно, в никуда, потому что практически все игроки команды Power Rangers, не считая Варлока, были фуловыми. Но у Фира до сих пор ничего, кроме Staff of Wizardry, не появилось. У Дроу Рейнджер появляется БКБ. Дитяра до сих пор не грейдит свой Мордип Маск. Возможно, оставляет до лучших времен. Это решение глянем. Может быть, там в итоге появится тот же Сатаник. Наверное, не будет лишним. Хотя и Мом для Дровки это важно. БКБ для Лоды. 16-й левел у Лоды. Ну и у Дитяра только-только 14-й с половиной. Еще фармить и фармить до 16-го. Что, пошла у нас драка. Разваливают Шекера. Пайкат тоже погибает. Келлинг Спри от Зары. Но уходит отсюда. Заставил Лоду проюзать БКБ. И то неплохо. Плюс убил Квапу. Игрок команды Пауэррэнджер. Сайленса у Шторма еще нет. Еще, в принципе, приличный денег. Тут порядка тысячи осталось. Даже чуть-чуть больше для Шторм Спирита. Ждем. 3-1-5. Нормальный КДА. Давайте по вещам вообще пробежимся. У Лоды. Топный Творц на карте. Наконец-то Фантом Ассасин выходит на свою привычную позицию. Топный Творц на карте. И куча-куча убийств. У Лоды. Баттл Фьюри есть. Есть БКБ. Пауэр Трэдс. Аквива. 1300 на руках. У Скайра Смага. И давайте поочередно. У Дроу Рейнджер. Яша 2400 на руках. Мордип Маск имеется. Есть БКБ. Есть Рингов Аквива. И Пауэр Трэдс. На первом месте Чуширский Кот. У него 2400 на руках. Это после Аганима. После Даггера. После Медаса. Ну, Фейсбутс и Мэджик Вонт. В принципе, не считается. У Факинг Мэда имеется БКБ. Есть Даггер. Есть Мека. Есть Хэнд оф Медаса. Есть Сол Ринг. Все, что необходимо Энигме. Ну, не считая там Хиксов, например. Или Шивас Гвард. Все это имеется. Что понимает Алайн? Где находится команда Пауэр Рейнджерс. Полетел Даггер. Врыв Шейкера. Мэджка. Какой роскошный Блэк Холл. Факинг Мэд опять дарит просто великолепнейший Блэк Холл команде Пауэр Рейнджерс. Хотя и так хватило, в принципе, нормально, чтобы минус 3 сделать ПР. Минус 2 пока со стороны команды Пауэр Рейнджерс. Минус 3, точнее, сделали у нас Алайнс. Ловят Дитя Ра. Здесь есть, в принципе, Аэгис. Аэгис падает. Чеширский Кот. Подведи ты сюда Големов. Подходят у нас Големы. Начинают наваливать по Лоди. Неплохо, в принципе, наваливают. Лода на лоу ХП. Но, скорее всего, уйдет отсюда Лода. Да, через Блинк просто Лода бежит отсюда. Да, немножко затупил Чеширский Кот. Можно было же подвести Големов. И этих двух ударов не хватило Лоди, чтобы отъехать в таверну. 13-1. По итогу этого файта Тим Вайп со стороны Алайнс. Всего двоих потеряли. Ну и 2 400 заработали игроки шведского коллектива. По графикам ПР и начинают сыпаться. Выигрывали 2 500, 2 300 где-то. Скоро, я думаю, в ноль будет. Ну, по экспириенсу с нолян до 2 800. Хекс появляется для Пайката. Первым же артефактом. Серьезным Хекс. Ну и No Fear. Теперь все об этом Хексе прекрасно знает. С Хэйграунда я видел. Это Зара. Врываться не решился. И так уже 6 зарядов в Бладстоуне. Куда там врываться? Варлок. Обливиан Став приобрел. 1100 на руках. Готовится выйти в рефрешер орб. У J4 после Даггера тоже 1150 на руках. Дроу Рейнджер. Появляется все-таки Манта Стайл. Ну и до сих пор голая Мордип Маск. Никуда у нас дровка не направляется. У Шейкера Даггера нет и, наверное, не будет. Но у Фир как-то слишком затянул с этим вопросом. Уже 30-ая минута. Этот Даггер уже мертвому припарка, в принципе. Со стороны Альянс. Хекс для Пайката. Только что он на эфире этот Хекс испробовал. У Лоды. Баттл Фьюри. БКБ. Есть также Хеллумов Доминатор. И 3000 сверху для Лоды. У Магнуса Даггер и Форс Став. Есть также Боттл. Есть Аркан Буцы. И 1200 сверху. Скаре Смага ничего, в принципе. Но Форс Став тоже примечательно для Скаре Смага, который обыкновенно без денег вообще. Энигма. БКБ. Даггер. Мека. Солринг. Тапок. И Хэнд оф Мидас. Чеширский Кот, как я понимаю, провоцирует у нас машинку на то, чтобы можно было заденайть Тауэр. 34 ХП всего остается. Ну и уходит дальше бить. Нет, Тауэр команда Пауэррэнджерс, как я понимаю, не отдает. В своем лесу Пээрэ зажались. Они проигрывают по счету команде Альянса. Понимают прекрасно, что все ульты в откате, точнее все ульты работают. Ну и драться против Пээров можно. Есть чем драться. А главное, есть зачем драться. На секундочку, снесенная сторона. И здесь внешних бараков вообще нет. Просто надо Альянс навязать драку и пойти снести хотя бы несколько бараков Тауэров команды Пауэрэнджерс. Пээрэ на нижнем лайне. Вчетвером. Где-то недалеко здесь еще Джейфо находится. Но здесь Блингдаггер можно будет прилететь в любой момент. Двумя-тремя прыжками. Рубику бы состилить хотя бы что-нибудь из вкастованных спилов. Пауэрэнджерс во вражеском лесу. Ну могут себе позволить. В принципе по фарму они должны быть повыше. Нет, по фарму на первом выигрывает Альянс. Так, у нас драка, 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 драка. Нет, никакой драки. Просто летает в буллайнинге Шторм. По золоту Альянс 2000. По экспириенсу 5000 в пользу шведского коллектива. Бутсов тревел для Энигма. Факин Мэтт. Действительно, факин Мэтт. Это я не имя произношу, а... Описываю данного человека. Как получилось так? Почему у нас Энигма так много нафармил? Это даже... Действительно вопрос. Как может так случиться? Почему не гнобили? Почему не следили? Опять же, такие кривые ульты от Энигмы. Ну, ты, я так понимаю, одно из двух. Либо ты даешь нормальные ульты, либо фармишь тут. Третьего не дано. Ну, Мэтт продал нормальный Блэк Холл за возможность фармить. Теперь... Артефактов много. Только понятно, что Энигма берется из-за Блэк Холла. Там Миднайт Пульс, конечно, немножко еще решает. Но в лейте Миднайт Пульс не будет настолько критичен для команды Пауэрэнджерс, насколько будет критичным удачный Блэк Холл и РП от Магнуса. Зара выходит на мид. Может, в принципе, встретиться с Факин Мэдом. Нет, не врывается. Зара стесняется на хайграунд командой Алайонс идти. Наверное, это правильно, потому что Алайонс редко поодиночно ходит. Как раз, кстати, сейчас такой редкий случай. Некий плацдарм ПР создают себе для файтов на нижнем лайнере. Ну что, Скай Росмага поймали и убили. 14-12 ПРы проигрывают. По графикам ПРы проигрывают на 3000, по экспириенсу на 5000. Инвиз для Магнуса. Есть ли Вижен вообще у команды ПР? Ни у кого ни малейшего представления о том, что Магнус Инвизи нет. Значит, что РП будет удачным и Нигма тоже недалеко точно так же туда в толпу въедет. Или, может быть, Скьюэр просто на Скьюэре завезет к себе. Ну что, Нигма, наверное, без даггера останется. Точнее, без ульта. Пытался Нигма, пытался дать ульт. В итоге что? В итоге огреб. И огреб полнейшим образом. Ну что, убили еще и Квапу. Выталкивает Чеширского Кота. В принципе, живет. No fear. Клэпает под ноги на Лоду. Фиссура на Лоду. Блэк Холл по одному Джей Фо. Джей Фо успеет ли забрать Блэк Холл? Забери же Блэк Холл. Джей Фо крадет у нас что там? Фантом Страйк крадет у нас Джей Фо и убегает отсюда. Пошла вторая ульта у Чеширского Кота. Дабл килл у дитяра. Лода. Анстапабл и сразу же теряет стрик. Дитяра забирает этот фраг. Так, ну у дитяра, по-моему, по золоту все хорошо. 3000 по золоту у Дроу Рейнджер. Это после уже имеющейся Манта Стайл. После купленного Ultimate Tour. Я так понимаю, дитяра выходит у нас в Скаде. Да. Уходит в Скаде. Одни Фрост Арус тут не спасают. Решил, видимо, нормально хилиться. А почему бы и не юзать вообще? В принципе, в Скаде достаточно полезный артефакт. Просто там больше ничего так серьезно не дает. Разноплановой помощи. Пошла ульта у нас от Никвы. РП. РП и бежать быстрее на базу. В итоге что? В итоге пайкат рассыпается. Ноу Фир живет. Здесь два голема и разваливают лоду, скорее всего. Врыв на хайграунд. Зацепили лоду. Факинг Мэтт. Без ульты. Вот куда ты потратил ульт. Големы ходят по хайграунду. Попробуй вообще прикоснись к ним. Да извинитесь, бейте лоду. Вы же такие большие, такие огненные. Ай-яй-яй. Жутко вольтом упало сразу два голема. Смотрелось не очень приятно. У Варлока есть три фрешеры. Об этом знает команда Alliance. Есть также Аганим. Об этом тем более знает команда Alliance. Еще и 1500 сверху. Шторм. Бладстоун Оркет. Пауэр Трэдс. Алтимей Торм. Тоже для Зары. Alliance выходят на Рошана. Врыв пошел от Зары. Просто прочекать, в каком состоянии у нас Рошан. Зара на хайграунд. Готовится ворваться. Ну что, Лода. Лода забирает Аэгис. У Лоды уже есть Сатаник. Уже есть Башер. Две 200 на руках. Но 23-го левела Фантом Ассасин. Топный творц на карте. Дитя Ра на фоне Фантом Ассасин, честно говоря, не всплывает. Но как по мне. Манта Стайл сразу же контрит. С одним-двумя ударами иллюзия рассыпается. И сразу понятно, где настоящие Дитя Ра. Кстати, Чеширский Кот после рефрешера Орба покупает себе также Геосептор. Как понимаю, отбиваться от Фантома Ассасин. Но от кого еще? Да, демиджа уйма плюс слоу. Все это, в общем-то, отражается на жизнедеятельности любого игрока команды ПР. Я уже молчу о таких мягких героях, как Варлок. Что зацепили у нас Дитя Ра. Дитя Ра пока что живет. Убили в это время Шторм Спирита. Ульта от Никвы еще не проюзана. РП не проюзал у нас Никва. Опять паровоз встречает просто лицом. Фессура пошла от Ноуфира. Блэк Холл по Чеширскому Коту. Ульта от Ноуфира. Будет ли ульта у нас от Чеширского Кота? Ну, должна же быть. Ну что, ультра килл у нас от Лоды. Будет ли, не будет ли? Оставил Пайкат. Просто оставил Пайкат Рэмпедж для Лоды. Мда, вот это я понимаю. Вот это тиммейты. Пайкат просто уходил в лес. Он даже не собирался забирать, чтобы, не дай бог, там где-то не подцепить краешком мизинчика. Последний фраг и не забрать Рэмпедж у Фантом Ассасин. Мда. Забавная ситуация. Пэр вроде бы так уверенно начали, так хорошо тащили. И что мы в итоге имеем? А в итоге мы имеем команду, которая сливается очень плотно по золоту, по голде... По голде, точнее по экспириансу. И еще один такой файт. А Лайн смогут смело заходить на хайграунд. Уже у Фантом Ассасин. 2500, еще это после Абисал Блейда. В этом файте Лодда нафармил невероятное количество денег. Вот, наверное, столько и нафармил. Дальше дела все хуже будут у команды Power Rangers. На Фантом Ассасин покупается что угодно вообще в дэмэдж. Любой артефакт. Я думаю, бабочка вообще не будет лишним. Можно будет через баттерфля здесь расковыривать. Да хоть криты те же покупай и все. И пожалуйста. И сноси. Ну, глянем. Глянем, глянем, глянем. В принципе, башер уже есть. Нужен ли МКБ здесь? И опять же, против кого? Против Рубика не нужен? Да не против кого. Собственно, и так все попадают. Причем попадают очень плотно. Кстати, по-моему, БКБ нет. Нет, есть у Фантом Ассасин БКБ. Пятисекундный БКБ у нас у Лоды. И 3600 на руках. Даже 4000 уже у Лоды после купленного Абисал Блейда. Вот это удачный файт. Вот это минус 5 в одно лицо. Тормальные герои всегда идут в обход. Лода пошел обходить фиссуру. Надоело ждать. Стоять смотреть, когда рассыпется фиссура. Пошел в обход. Ну и, в принципе, так же, как Крипы. На том же уровне. J4 уходит в Геосептер. Сразу же Лода вгрызается у нас в J4. Сейчас Даггер, еще один блинг. J4 отъезжает. Теперь Лода против Дитя Ра будет сражаться. Нет. Уходит отсюда Лода. Понимает, что там можно и огрести. Но и отправляется на Тавура. Сыпется милишный барак. Рейнш барак тоже очень быстро погибает. Низа уже нет. Лода отправляется на мидлейн, как я понимаю. В это время Крипы подпушили под самый Тауэр. Летит сюда Энигма. Ну все. Крипы, собственно, нашли себе цель. Тут их никак не спровоцируют, чтобы они били Таура вместо того, чтобы стоять в Миндайт Пульсе и бить Энигму. Ну, 23-22 Пээры проигрывают на 2 500 по золоту. По экспириансу на 2 000. Тем не менее, шведский коллектив вырывает. Пока что волевое оно преимущество. Не будем говорить победу. У Дитера появляется МКБ. Кстати, МКБ тут, наверное, пополезнее будет, да, чем любой другой артефакт на Дроу Рейнджер. Имеется, в принципе, Лода. Лода, который 4 600 на руках носит. Ну, Лода фармит как не в себя. 29 000 уже у нас у Керри Героя команды Alliance. Так, зацепили у нас Чеширского кота. Мистик Флэйр под ноги. Ничего не вкастовал Чеширский кот, а у него на секундочку. Я гоним, у него на секундочку рефрешер орп и что? И драться теперь без Варлока. 315 было всего лишь. Ну, осталось, точнее, на руках у Чеширского кота. Ни байбэкнуться, ничего не сделать. 60 секунд. Ну, драться никто, видимо, не будет из Пэров. Какие-то одинокие ребята. Типа Дроу Рейнджер только отправляются пофармить. Кстати, нет ТП у Дроу Рейнджер. Из-за этого можно наказать... Кири Героя Команды Пауэр Рейнджерс. Зара 3400 на руках. Есть Оркит, есть Бладстоун. Алтимейт Орп тоже имеется, но надо собирать Хекс Шторму. Курьер уже здесь. Уже появляется для Зары Мистик Став. Ну и ждем, что там... 10 копеек остается Шторм Спириту. Все. В принципе, готов Хекс. Дитя Рак, кстати, выложил еще и в Курьера Мордип Маск свою. Что, врыв на хайграунд. Моментально убивает Ноу Фира. Нижний Лайн снесли игроки команды Альайонс. Что, простите? Что? Это что, шутка? Так вот, Лода. Через Рефреш Рор пошел у нас Лода. Видимо, команда Альайонс решила заканчивать. Но это Абисал Блейд один, и это один БКБ. Ну и это Сатаник. Ну хотя, может быть, не лишено это смысла. Я уже думал, что это насмешка какая-то. Не так, ну где-то год назад, наверное, у нас Фаник собирал. Ну что, Лоду поймали. Нет, не наказали Лоду, правда. Два Голема упало уже. Рефреш Рор пьюзает у нас Шиширский Кот. Но Големы уже практически мертвые. Одного убили, второй пока живой. Нет, 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 не убили. Одного только надамажили. Все, Големы нормально себя чувствуют. Рошан через две минуты, через две с половиной минуты появится. Команда Power Rangers уже, я так понимаю, готова прочекать его. У Шиширского Кота. Так, ладно, Шиширский Кот мне вообще не интересен. А вот Лода более-менее интересен. 3400 на руках у Фантом Ассасин. Альянс по золоту 10 тысяч. По экспириенсу 2500. Ну, готовы драться, Альянс. Единственное, чего не хватает, это, наверное, РП от Магнуса. Так, в общем-то, все есть необходимое. Ну что, Лода, провязал БКБ, пошел за Ноу Фиром. Ноу Фир погибает. Абисал Блейд, рефрешер Уорп и еще один Абисал Блейд. Теперь Дитя Ра. Блэк Холл по-троим. Дитя Ра на лоу ХП. И вот он, Блэк Холл от J4. Ну же, Дитя Ра, сделай хоть что-то. Лоду разваливают. Хотя умирает у нас также Дитя Ра. Ну, просто не хватает дэмэджа. Альянс перефармленный в вопросе каких-то дэмэджевых артефактов. Ну, не хватило. Не хватило Блэк Холла от Рубика. Кстати, Рубик, я так понимаю, забайбетчился, да, у нас? Да, выкупается J4. В это время падает мид. Пэйры, по-моему, эту катку сливают, потому что дефать попросту нечем. ГГ, ВП. Поздравляем шведский коллектив. Они отправляются на пятую позицию. Пэйры на шестой позиции. Их судьба в дальнейшем сезоне. Join.MLG Pro League под вопросом. Там будут стыковики. Там же будем смотреть. Что у нас не так, в принципе, относительно скоро будет матч между командой Hellraiser и Empire. Пока расписание еще не вывесили. Но ХР сегодня получили тех луз. Техническое поражение от команды BBC. Потому что просто не явились на матч. Они в это время играли с Вегой на Старладере. Так они решили распорядиться данным матчем. Получили техническое поражение. Отлетели на второе место. Join.MLG Pro League. Это означает, что у них стыковая игра со вторым местом группы B. А именно с командой Empire. Вот теперь смогут ли ХР что-то против Empire сделать? Мне почему-то кажется, что за свое, ну как сказать, несерьезное отношение к данному матчу против BBC. ХР могут поплатиться лан-финалом и вообще возможностью попасть на лан-финал Join.MLG Pro League. Ладно, они свои приоритеты расставили. В принципе, там взрослые ребята принимали решение. Что, микрофоном был друг. Это студия игрокам ТВ. Пока что мы на сегодня прекращаем уже трансляции. Услышимся завтра. Завтра у нас Join.MLG Pro League. Азиатский дивизион там тоже будут переигровки. Будут стыковики. Там есть кому что решить. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что уделили время мне. Ну и вообще нашей игровой студии. Студия игрокам ТВ. Не забывайте подписываться на Twitch. Оставляйте также свои лайки здесь на Twitch видео. Нажимайте follow. Ну и группа ВКонтакте и YouTube. Там есть вводы. Все вводы выкладываются в группу ВКонтакте. И в группе ВКонтакте, если вы подпишетесь, вам будут приходить новости о всех дальнейших стримах, которые выкладываются на стену самой группы. Ну и Twitter, если вдруг вам удобнее пользоваться этим. Собственно, этим приложением. Все. Спасибо большое еще раз. У микрофона был друг. Это студия игрокам ТВ. Меньше играйте в доту. Больше читайте книг. Услышимся уже завтра. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok